В повестку дня заседания постоянной комиссии по финансово-экономическим вопросам, бюджету, инвестициям и коммунальной собственности вошли три вопроса. После доработки проекта решения депутаты пришли к единому мнению о размере арендной ставки платы за землю под гаражами. По согласованию со всеми фракциями и их согласия всех фракций вопрос на сессию выносится не один процент, как выносилось на 27 января, а 0,6 процента, что снизит размер оплаты где-то там на 9 гривен в месяц. Гаражники оставляют себе в карманах 4 миллиона гривен, которые не получат городской бюджет, палка в двух концах. Деньги в бюджет станет меньше, у них станет больше. Я надеюсь, что гаражники деньгами распорядятся с пользой, с толком, с расстановкой, что называется, будут приводить и гаражи, и проезды в порядок за эти деньги. Я рад, что городской совет поддержал инициативу людей, услышал людей и установил коэффициент 0,6. Приняв во внимание многочисленные обращения жителей города, члены комиссии рекомендовали на внеочередной сессии городского совета внести еще одно изменение в бюджет Черноморска. Комиссия вынесла свое предложение на завтрашнее заседание сессии, чтобы оплата за питание детей в детских садиках была не 70% от стоимости реальной, а 60%. Для иногородников, которые не зарегистрированы в Величевске, 100% и льготы для участников антитеррористической операции и так далее, 100% льгота, то есть без оплаты. Для жителей города это экономия 900 тысяч гривен, для городского бюджета дополнительная нагрузка 900 тысяч гривен. Что хочу сказать, что мы должны так работать, мы должны смотреть, где можно, где экономить нельзя. На некоторых статьях экономить нельзя, и мы все решения поддержали на сегодня. В заключении депутаты рассмотрели вопрос, касающийся новой системы оплаты сотрудников горосполкома в категории от специалиста до начальника управления. До начала второго квартала 2017 года предполагается изучить этот вопрос и вынести на рассмотрение городского совета. Продолжение следует...